16,5 миллиардов рублей общая выручка завода Красцветмед за прошлый год. Для предприятия это рекорд за всю его 70-летнюю историю. Сегодня посмотреть, как идут дела. На заводе приехал глава края Лев Кузнецов. Сегодня на Красцветмеде особый день. В гости накануне праздника Дня Металлурга сюда приехал глава края Лев Кузнецов. Предприятие на правой бережье особое. Оно крупнейшее в России в сфере переработки сырья, обработки драгоценных металлов и изготовления продукции из них. 95% всей российской платины, почти 100% палладия, ридия, родия, рутения, осмия и 50% золота афинируется именно здесь. За прошлый год выручка предприятия выросла на 54%, а чистая прибыль почти в два раза. И в общем объеме? В общем объеме прибыль составила миллиард 400 рублей, а выручка 16,5 миллиардов. В точке зрения выручки это рекордный показатель завода за всю его 70-летнюю историю. Тут расплавляется металл, серебро разливают в формы, стандартный слиток 30 килограммов. Его уже в другом цехе взвешивают и маркируют. Производство осматривает губернатор края. Заглянул он и в плавильный цех. Находиться в плавильном цехе просто невозможно. Здесь очень жарко. Как здесь работают люди, непонятно. Но, как говорят, люди привыкают. Губернатор региона на заводе не в первый раз отмечает, что здесь за последние 20 лет разработали более 100 патентов. Плюс тут постоянно повышают производительность труда. Несмотря на то, что предприятие занимает сегодня лидирующие, скажем так, передовые позиции, особенно по палладию и платине, да, финажу, то есть аналогов нету, но и по золоту, обработке по всему, все равно конкуренция большая, требуется повышение производительности, совершенствования новых технологий. Сегодня это ключевая задача, которую я ставлю перед руководством и в целом перед всем предприятием. И только при таком подходе, при таком стандарте мы можем и дальше демонстрировать такие хорошие показатели. В доказательство, что на заводе все хорошо, здесь реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации афинажного производства. Проект, связанный с запуском печи. Это печь дуговая, печь, предназначенная для плавки, дугоплавких материалов. Это, в первую очередь, автомобильные нейтрализаторы и катализаторы нефтехимии. Сегодня в России уже сформировался рынок утилизации отработанных автомобильных нейтрализаторов. Поэтому мы рассматриваем этот проект как перспективный. И напоследок глава края вручил благодарственные письма лучшим работникам завода. Ведь завтра праздник День Металлурга. Ирина Алиева, Андрей Шалаков. Новости.